Хлеб и молоко – важнейшие продукты в потребительской корзине. Выбрать среди разнообразия качественное и вкусное рязанцам помогли в школе потребителей. Ее организовали в рамках Всемирной недели качества. Нужно смотреть на состав продукта. Чем он проще, тем лучше. Это говорит о натуральности, о том, что в его состав не были введены посторонние ингредиенты, без которых можно, в принципе, и так сделать достаточно качественный и хороший продукт. Если мы говорим о выборе хлеба, то, конечно, нам нужно смотреть не только на дату изготовления и не только на состав, но еще и на целостность упаковки. Выбирать молоко сложнее, чем хлеб, ведь его состав и так прост. Обращать внимание нужно на визуальную составляющую. Упаковка не должна быть набухшей. Проверять срок годности. После открытия запах не должен быть кислым. Это говорит о том, что продукт скоро испортится. Стоит отметить, что качество продукта в магазинах регулярно проверяют в лаборатории. В мобильной лаборатории можно проверить некоторые показатели качества и безопасности. Конечно, когда Роскачество проводит свои масштабные веерные исследования, значительно шире круг тех показателей, на которые мы ведем проверки. Конкретно здесь и сейчас можно проверить хлеб по показателю пористости и кислотности. Оба эти показатели – показатели качества продукта. Молоко проверяют по показателям жирность и антибиотики. Комплексная проверка включает более 30 пунктов исследования. Специалисты могут сказать, какие именно антибиотики были использованы. Процедура занимает до трех месяцев. В условиях мобильной лаборатории можно провести экспресс-тестирование всего за 10 минут. По каждому антибиотику, 4 группы антибиотиков – левомицетин, стрептомицин, бета-локтан и пенициллинная группа. По каждому антибиотику своя линия. Здесь все линии присутствуют, значит антибиотиков не обнаружено. Если бы какой-то линии не было, то бы мы сказали о наличии антибиотиков в какой-либо группе. Также в рамках Всемирного дня качества была организована дегустация товаров местных производителей. Попробовать молоко, кефир, сметану, хлеб и пирожные мог каждый желающий. Галина Кудряшова, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».